МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Московской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Человек неординарный, очень энергичный, неравнодушный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предотвратить парковку перед контейнерными площадками для мусора и наказать нарушителей теперь станет проще. В Ленинском городском округе изменились правила благоустройства территорий. Штрафы также выросли. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. На хаотичную парковку в неположенных местах, в том числе у контейнерных площадок для мусора, жители Ленинского городского округа, жалуются давно. Нередко из заброшенных машин мусоровозы просто не могут подъехать к контейнерам и уезжают ни с чем. С парковкой вообще здесь беда. Да, паркуются. И не могут машины забрать мусор, мусорный, естественно. То есть получается, что мусор остается, да? Ну, конечно, да. Ну, а что делать, если парковочных мест не хватает, дома высокие. Вот, магазин на магазине, лучше бы еще какую-то парковку одну построить. Паркуются, конечно. Паркуются. Часто, да, мешает? Ну, бывает. Я испытываю проблему вообще с транспортом автомобильным, скажем так. Ну, вы видите, что все заставлено, да. Поэтому выезд тоже затруднен. У нас есть паркинг места, но все равно выехать практически невозможно. Я не думаю, что я бы отэкватный человек парковался. Где-то получается бороться с автохамами с помощью полусферы, разметки, как, например, на Битцевском проезде. А где-то и такие меры, увы, не всегда помогают. Ситуация на улице Радужной аналогичная. Здесь парковаться напротив контрольной площадки автолюбителям не дают полусферы. Но их регулярно сдвигают сами автовладельцы. Переломить ситуацию помогут изменения, которые сейчас вносятся в правила благоустройства территории Ленинского городского округа. Прежде всего, это касается парковки около контейнерных площадок. Чтобы машины жителей впредь не мешали вывозу мусора, будет применен ряд мер. Мы нанесем новую разметку. Она будет черно-желтая около контейнерных площадок. Размерами приблизительно либо 2 на 4, либо 3 на 6. Это все зависит от модернизации вот этой контейнерной площадки. Установим знаки, запрещающие парковку 3,27. В Кодекс об административных правонарушениях Московской области также внесены правки. Теперь за парковку непосредственно у мусорного контейнера автовладельцу грозит штраф до 5 тысяч рублей. Для сравнения, раньше за такой же проступок можно было расстаться с 3 тысячами. Жители сами могут зафиксировать правонарушения с помощью приложения «Народный инспектор» портала «Добродел». Обращение уходит прямиком в Главное управление содержания территорий Московской области. Изменены и внесены изменения в проект организации дорожного движения для того, чтобы можно было фиксировать нарушения не только ГОСАДом, технодзору, но еще и ГИБДД Ленинского городского округа. И дополнительно прорабатывается вопрос об остановке камер фото-видеофиксации через безопасный регион, чтобы можно было в автоматическом режиме. К реализации пилотного проекта уже приступили. Сначала нововведение появится в 6-м микрорайоне Видного на улице Завидной. До конца года планируется привести в надлежащий вид все контейнерные площадки Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В продолжение темы. Ленинский городской округ вошел в пилотный проект по реализации мероприятий по предотвращению парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок. На настоящий момент в муниципалитете выбрано три точки, где нанесена специальная разметка. Также планируется обеспечить данные участки камерами видеонаблюдения и соответствующими знаками, запрещающими парковку. За нарушение правил автовладельцу будет выписан административный штраф в размере 5000 рублей. Отслеживание данного правонарушения будет происходить в автоматическом режиме при помощи камер безопасного региона, которого сейчас очень много в городах установлено, и также дополнительно через программу народного инспектора. Один из адресов пилотного проекта «Новое шоссе. Дом-2» посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он осмотрел место нанесения разметки и пообщался с ответственными лицами. Управление ЖПК уже расписали 23 площадки, которые постоянно имеются проблемными. Мы камер в табор ставили, чтобы даже вы не бегали, он просто заехал, тормознул, что все, штраф. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в правила благоустройства муниципалитета. В Ленинском городском округе активно развивается проект «Выездная администрация». В рамках него жители различных поселений, не посещая здания муниципалитета в городе Видное, имеют возможность обратиться со своими проблемами непосредственно к представителям руководства округа. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова провела прием граждан в помещении территориального отдела «Видное-Расторгуево». Вместе с ней во встрече участвовали начальник данного отдела Татьяна Полякова и депутат Совета депутатов Гаджимурад Гаджимурадов, который также выступал от лица избирателей. «Жители интересуются по поводу автобусов Суханова. Подвоз детей. Хотели бы слышать ответ. Есть какая-то надежная надежда? Скажите, пожалуйста». «Территория, если отдалена проживание, если это тем более сельская территория, она обязательно охватывается подвозом. И на следующий год, с 1 сентября, подвоз по территории, вы имели в виду ЖК Суханова, будет организован, потому что он запланирован. Обноваться не надо, передайте жителям, что все в порядке». Елена Барежа – активистка и хорошо знакома сотрудникам территориального отдела. На прием к Татьяне Квасниковой она пришла сразу с несколькими вопросами, один из которых – увеличение в последнее время движения легкового транспорта на территории усадьбы Суханова. «Просто никогда в жизни у нас в усадьбе Суханова не было такого количества машин, как сейчас. Заезжают такси, они не понимают, куда они едут. Я вижу, что заезжает такси, разворачивается». Несмотря на то, что усадьба Суханова – объект федерального подчинения, в ходе приема было принято решение встретиться с руководством учреждения, чтобы прояснить ситуацию. Ведь главный принцип работы сотрудников территориального отдела – ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа. «Не ждем дней приема. У нас это ежедневная работа. Если какую-то проблему озвучивают жители, и мы какую-то проблему выявляем, ответственных специалистов вызываем и стараемся все это дело решать оперативно». В рамках проекта «Выездная администрация» после приема граждан Татьяна Квасникова посетила Лопатинскую школу, где встретилась с представителями Совета отцов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели выездной прием в амбулатории поселка Развилка. Медицинскую помощь оказали почти 30 пациентам с диагнозом диабет. Подробнее расскажем в сюжете. За один день специалисты института Манеки провели обследование и скорректировали план лечения 28 пациентов из Развилки. Получить квалифицированную помощь пришли как диабетики с подтвержденным диагнозом, так и пациенты из группы риска. Жители поселка на месте сдали анализы, мгновенно получили их результаты, а также подробные консультации эндокринолога и офтальмолога. То, что приезжают сюда врачи, это очень хорошо. Во-первых, те люди, которые не могут ни доехать, ни дойти, как, например, я. Это очень мне импонирует, как говорят. Болезней у меня полно. Медики Развилковской амбулатории рассказывают, впервые работают с областным учреждением в таком формате. В ближайших планах пригласить в поселок узких специалистов-онкологов, отоларингологов, педиатров и других врачей Института Манеки и ВРКБ. Цель таких выездных приемов – сделать квалифицированную помощь доступной для жителей отдаленных районов. Туда не каждый пациент может попасть. То есть нужно подождать талон, записаться, потом поехать. А тут как бы удобно. Специалисты приехали сами в один день, посмотрели. Специалисты у нас приезжают разные. 5 июля у нас будет эндокринолог штатный наш. 7 июля у нас будет онколог. 19 июля у нас будет отоларинголог. 26-го будет эндокринолог, онколог и детская выездная мобильная бригада. То есть еще и деток будут осматривать. Узнать подробное расписание приезда узких специалистов можно в амбулатории поселка по телефону или в регистратуре. Запись на выездные приемы ведет врач-терапевт и медсестры амбулатории. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-клинической сети Елена Зинатулина. И мы поговорим о прикреплении к медицинскому учреждению. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Скажите, для чего вообще необходимо прикрепляться и как это сделать? Ну, как это сделать, мы попозже обсудим. Да, вот для чего это необходимо? Ну, вообще, да, у нас что такое вообще прикрепление, для чего это нужно? Ну, все хотят получать медицинскую помощь. У нас медицинская помощь делится в поликлинической особенной службе, делится на экстренную и неотложную помощь, и плановую помощь. Ну, плановую помощь, диспансеризация, осмотр русских специалистов, диспансеризация, сдача анализов крови, прохождение МРТ или УЗИ, любую лабораторную диагностику, инструментальные методы исследования. Вот это называется плановая медицинская помощь. И чтобы пациенты ее получали, нужно прикрепиться к какой-то медицинской организации. Любой житель нашей страны по закону, по федеральному закону 323-му и по приказам Здравия Российской Федерации, по прикреплению 406-му, имеет право выбора любой медицинской организации. Одной медицинской организации. Они подают заявление, значит, и наблюдаются в течение года на год в этой медицинской организации. Там, где они прикрепились, они и получают ту необходимую медицинскую помощь. Но обязательным условием, вот как бы наши жители, да, пишут заявление, но самое главное, чтобы страховой тот медицинский полис, который позволяет им получать бесплатную медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий, нужно, чтобы этот был полис нашего региона, Московской области. То есть нужно не только прикрепиться, подать заявление на прикрепление, но и самое главное, поменять, значит, страховую медицинскую организацию на регион, чтобы была страховая медицинская организация Московской области. Прикрепление нужно, иначе тогда мы только будем оказывать, если прикрепления нет, мы только оказываем экстренную и неотложную помощь. Она оказывается всем жителям. Вот в период ковида, когда у нас был ковид, нам обращались все жители, у нас сейчас даже по переписи даже больше до 300 тысяч человек, и если эти жители обращаются экстренно или неотложно, эта помощь оказывается даже если и не прикрепленным гражданам. Какое количество прикрепленных сейчас? Сегодня на нашей Витненской больнице прикреплено 160 тысяч человек. Это в два раза почти меньше, чем тех жителей, которые у нас проживают в нашем Ленинском районе. Поэтому мы очень бы хотели, потому что помощь хотят получать жители, и, наверное, удобнее, когда они проживают на своей территории, и прикрепляются к нашей медицинской организации, и получают всю плановую медицинскую помощь в нашей медицинской организации. А скажите, что зависит от количества прикрепленного количества населения к медицинскому учреждению? За каждое сегодня прикрепленное население наша больница по подышевому финансированию получает 195 рублей. На эти сформировается вот этот фонд, так скажем, который у нас и распределяется на наш фонд заработной платы, наших сотрудников за ту оказанную медицинскую помощь, на расходный материал, на содержание, на коммунальные услуги, на содержание транспорта. Вот эти все расходы уходят. Конечно, самое главное, наверное, что это зависит от нашей штатной численности, наших докторов. Чем больше прикрепится, тем больше нам будут выделяться именно прикрепиться с сменой региона страхования медицинской организации. И нам будут, Минздрав утверждает уже штатные единицы и вводят дополнительные ставки, что позволяет нам принять новых докторов. Поэтому, когда говорят жители, что у нас очень много 300 тысяч, конечно, у нас штатное расписание количества наших докторов не соответствует. Оно идет у нас на наше население, которое прикреплено на обслуживание именно нашей медицинской организации. Ну, теперь наши зрители, я думаю, поняли, насколько важно прикрепляться. И теперь расскажите, что для этого нужно и как это сделать. Способы прикрепления, во-первых, житель в любую медицинскую организацию, структурное наше подразделение прикрепиться, наверное, было бы удобнее. Это в территории проживания, то есть это развилка в развилку, там совхоз, это в совхозе, да, город, это в городе, детская или взрослая поликлиника. Но, тем не менее, он может выбрать любую медицинскую организацию. Для этого, может, есть два пути, можно очное посещение поликлиники, можно через портал госуслуг, когда подается заявка. Но даже если подается заявка, мы все равно, у нас отрабатывается, связывается оператор наш с пациентом. Пациент все равно должен принести очные документы к серокопии паспорта полиса и СНИЛСА. И самое главное, чтобы страховая была медицинская организация Московской области, чтобы там стояла печать Московской области. Документы, значит, мы оформляем все в базе, документы отправляются в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Они дают, в течение там практически недели, дают нам утверждение, что данный пациент закреплен за нашей медицинской организацией. А то у нас есть такие случаи, когда пациент, к сожалению, выпадает и он не считается прикрепленным, потому что он, допустим, в городе Москве закреплен. Поэтому идет проверка через территориальный фонд обязательного медицинского страхования. У нас во взрослой и в детской поликлинике уже работают представители страховой медицинской организации САГАЗ, куда могут обратиться пациенты и поменять страховой полис на наш регион. И последний уточняющий вопрос. Если человек, допустим, захотел прикрепиться, но ему он уже знает, что нужно обратиться к какому-то врачу, он может в этот же день прийти, подать заявление и сразу же пойти на прием? На неотложную помощь, как я сказала, да, может, на плановую, к сожалению, нет, потому что вначале нужно все-таки сделать прикрепление, отработка вот этого самого прикрепления, утверждение именно в территориальном фонде ОМС. То есть вопрос не только к нам прикрепиться, к нам мы прикрепляем, мы вносим в базу, эта база направляется, весь пакет документов направляется в территориальный фонд ОМС. Когда он нам подтвердит, что наш, это пациент, все прикреплен, в данном случае после этого в течение недели, в течение недели он уже может записаться на плановую медицинскую помощь. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и донесли эту ценную, важную информацию. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторной клинической сети Елена Зинатулина. В связи с жаркой погодой на дорогах Ленинского городского округа задействованы 10 поливальных машин, которые охлаждают асфальт на проезжей части и увлажняют воздух. Подробнее о работе спецтехники расскажет Наталья Буслаева. Вторая половина июня радует жителей столичного региона жаркой погодой. Но такой зной может негативно сказаться на качестве дорожного полотна. По этой причине, когда температура воздуха превышает плюс 25 градусов, спецтехника остужает проезжую часть водой. Охлаждать асфальт нужно для чего? Для того, чтобы не появлялась колейность на дороге. Происходит это, ну, смотря какая температура. Если температура там до 30 градусов, то достаточно три раза в день проводить такую операцию. Если температура свыше 30 градусов, это необходимо делать каждые 2-3 часа. Ежедневно на дорогах муниципалитета работают 10 поливочных машин. Четыре из них обслуживают город Видное. Техника оборудована специальными насадками для распыления воды. Это позволяет охладить асфальт, который сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей. Поливомоечные машины в городе используются не только как очистители дорог, но также и своеобразные освежители воздуха. Такого душа пешеходы обычно избегают, но благодаря распылению воздух охлаждается и становится чище. Стоит отметить, что в баке машины 10 тонн воды. Этого количества достаточно для одного рейса по городу. В жару требуется особый уход и за городскими цветниками. Тракторист Юрий Татымов ежедневно поливает клумбы в строго определенное время – с 7 вечера до 4 утра. Полив, по всем городу поливаем. Ну, трактора чуть не хватает. Еще парочку. Сколько успеваем, вот, все поливаем. В такую жару увеличили интенсивность и количество водных процедур для растений, чтобы обеспечить сохранность зеленых насаждений. В Московской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», абсолютным победителем которого стал видновчанин, педагог Центра детского творчества «Импульс» Кирилл Усманов. С лучшим учителем дополнительного образования встретилась наш корреспондент Юлия Пагасьян. Около 8 лет назад на базе Центра детского творчества «Импульс» был создан класс по изучению телерадио-журналистики. Его возглавил тогда еще студент журфака Кирилл Усманов. За годы работы педагогу вместе с детьми удалось достигнуть больших результатов. Снимаем программы, пишем интервью, приглашаем журналистов для проведения мастер-классов. Также дети участвуют в конкурсах, то есть как-то социализируются, знакомятся с профессией журналиста, с операторским искусством, с видеомонтажом, учатся говорить правильно, владеть голосом, интонацией. Я пытаюсь дать те навыки, которые детям пригодятся не только в журналистике, но и в обычной жизни для нормальной социализации. В этом году Кирилл Усманов продемонстрировал свои профессиональные навыки во всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдают детям». Одержав уверенную победу на муниципальном уровне, наш герой вместе с командой коллег отправился покорять жюри Московской области. Здесь ему предстоял непростой путь к цели. Я Кирилл Радикович знаю очень давно. Когда-то в детстве, в 14 лет, Кирилл Радикович занимался у меня в театральной студии. И всегда его отличало стремление к успеху, к победе и к труду. Кирилл Радикович, как педагог, он со своими детьми проводит очень много времени, много в них вкладывает знаний, своих умений. Эти профессиональные и личностные качества помогли Кириллу с успехом пройти все этапы регионального конкурса и одержать победу. «Человек неординарный, очень энергичный, неравнодушный, сильный, пытливый. Человек, у которого все получалось. И я очень рад, что он выбрал педагогику. Я сам тоже работаю в этом направлении. И знаю, что Кирилл сможет очень многое сделать на этом поприще. У него уже очень много получается. И впереди огромное количество сюрпризов и открытий». Обладателям первых мест по всем номинациям выпала уникальная возможность побороться за звание абсолютного победителя конкурса. Этот этап в формате собеседования проходил в Министерстве образования Московской области. И тут удача снова оказалась на стороне видновчанина. «Здесь не было цели победить. Просто была цель сделать по максимуму. Вот все, что от меня зависело, я это просто делал. Потому что параллельно было и завершение учебного года, и мероприятия, славянская письменность. Это все было в таком замесе, когда надо было делать все и быстро. Все, что от меня зависело, я сделал. Довольно в полной мере результатом». Впереди у Кирилла грандиозные творческие планы. Но сперва он намерен доказать себе и всей стране, что достоин звания лучшего педагога дополнительного образования России. Уже подал документы на участие в федеральном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.